Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Как всегда, у нас задача оценить фундамент прошлого дня, посмотреть, как на основные релизы отреагировали трейдеры, активы, что они нам интересного показали и чем нам идти на следующую неделю. Сразу же хочу воспользоваться возможностью сообщить о том, что в понедельник у нас традиционно в 16.30 по московскому времени пройдет вебинар, где мы еще раз пробежимся по ключевым фундаментальным поводам этой недели. Вы прекрасно могли заметить, что многие инструменты показали значительную волатильность. Я думаю, что от тех релизов, которые состоялись, у нас есть все основания, чтобы проецировать на дальнейшую динамику и предполагать, что резонанс в поведении многих активов сохранится. И я особенно делаю ставку на канадский доллар и на американца, который вот сейчас старается, конечно же, наверстать ранее утраченные пункты, особенно против иена, да и против рисковых инструментов в целом. Отстоять свои лидерские качества и все-таки еще раз актуализировать идею того, что он сфокусирован на одном из самых главных событий, которые нам еще остается дождаться до конца 2016 года, это потенциальное увеличение процентных ставок в рамках американской экономики. Об этом мы поговорим подробнее, но чуть позже, когда переключимся на американцев. У нас есть с вами нефть, вот давайте с нее и начнем сегодняшний брифинг, как мы это делаем всегда. Здесь, конечно же, стоит констатировать эту коррекционную динамику, которую мы наблюдаем, что в целом поднимает нам настроение, потому что сопротивление 53,5 доллара за баррель все-таки удержалось, мы видим то, что бренд сейчас снижается и снова пытаемся визуализировать наше предположение и вроде как фундаментально обоснованную идею того, что бренд должен снижаться и стоить гораздо ниже текущих значений. Клосс вчерашнего дня 52,26, сейчас актив торгуется ниже, то есть мы видим снижение вдоль всей азиатской торговой сессии. 52,02 и при неизменности такого коррекционного порыва, плюс еще и Бекер Хаджес у нас сегодня в 20.00 по московскому времени, учитывая высокие цены на нефть, мы смело можем делать ставку на то, что их количество, то есть платформ буровых в США вырастет. На текущий момент уже насчитывается 432 штуки. Тренд исключительного роста наблюдается уже с начала лета, то есть больше 100 штук мы уже прибавили. Рост сохранится, может быть в этот раз мы сможем констатировать даже большее увеличение количества платформ, что поддержит нашу идею потенциального роста добычи в рамках американской экономики. Пока, конечно же, мы в цифрах этого не видим, что довольно странно. Но смотрим параллельно еще на отчет Международного энергетического агентства, которые так же, как и мы, держатся за голову, не понимают, ну где же тогда эти дополнительные объемы, если так планомерно увеличивается число платформ сланцевых производителей, которые, в принципе, занимаются этим бизнесом. Вот по версии Международного энергетического агентства, как я уже сообщал, мы дождемся прироста не меньше, чем в несколько сотен тысяч баррелей уже в первом квартале 2017 года. Давайте положимся на эти ожидания, которые подкреплены еще нашим субъективным видением. И будем надеяться на то, что как только мы переживем с вами ноябрь, соответственно, заседание нефтедобывающих от стран Вене, у нас будет только возможность еще раз подвести итоги по фактическим объемам добычи в рамках ОПЕК и прочих регионов и уже шагнуть в 2017 год с переосмысленным фундаментом и, может быть, актуализированными обновленными целями, которые мы поставим уже на следующий квартал и будем, собственно, следить, как и всегда, за тем, что будет показывать нефть. Пока, если говорить про вчерашнюю торговую сессию, снижение больше, чем на 2%. Как можно это объяснить? Какого-то серьезного фундамента, да и вообще какого-либо стоящего фундамента на рынке не было. Но в целом сейчас буквально все, без исключения, сошлись на мнение о том, что причина коррекции, которую мы наблюдали, это технический откат после достижения такого важного сопротивления и просто желание трейдеров, которые получили хороший профит на ралли, зафиксировать позиции перед выходными и, собственно, покинуть рынок. Я думаю, что это самая наиболее вероятная, действительно, позиция, которой можно сейчас руководствоваться. Фиксация сделок, как мы прекрасно знаем, по факту состоявшегося ралли действительно провоцирует обратное движение. Мы видим то, что и сейчас, собственно, снижение продолжается. Я думаю, что при неизменности, опять же, текущего тренда мы сможем закрыть сегодняшний день чуть ли не на отметке 51,5 доллара за бар. А если еще и Беккер Хаджес нам поспособствует тому, тогда будем уже вплотную двигаться к поддержке 51 доллар за бар. Ключевой фундаментальной идеей остается по-прежнему заседание ОПЕК, где вроде бы как страны, а Содружество организации экспортеров нефти, ближневосточного картеля, уже нашли много союзников среди прочих производителей нефти, и вот готовы все-таки принять фактическое решение по ограничению добычи миллион. Раз уже об этом было сказано рынку, но почему-то рынок вот как в первый раз периодически реагирует на эти комментарии. Вот, собственно, позавчерашнее высказывание министра нефти Саудовской Аравии о том, что Россия присоединится к этим договоренностям. Мы знали об этом еще три недели назад, и не только мы, весь рынок. Но почему тогда последовала такая реакция, которая снова отправила бренд на тестирование многомесячных, вот в данном случае 15-месячного максимума. Я не знаю. Спекулятивный все-таки, конечно же, фон он присутствует, но я надеюсь, что трейдеры сейчас будут более адекватно реагировать на новостную картину, понимая, что выше 53,5 доллара за баррель затащить, ну, нереально этот инструмент. Если только не стоящая фундаментальная поддержка, под стоящей фундаментальной поддержкой, я уже подразумеваю действительно серьезный фундамент, ну, например, продолжение тренда снижения запасов, и не просто на несколько миллионов баррелей за неделю, а резкого снижения, что, опять же, вероятность подобной реализации, собственно, таких ожиданий, она не так уж и высока. Поэтому сейчас не будем о плохом, давайте пользоваться пока той поддержкой, которая идет для нашей короткой позиции, то есть эффект пятницы, закрытие ордеров, фиксирование профита и ожидание отчета Бекер Каджес, который может фундаментально подтолкнуть бренд ниже текущих значений. Рубль против американцев сейчас торгуется на отметке 62,45. Здесь логика сохраняется, ослабление нефти вчера стало причиной такой же слабости сопоставимый курс российской валюты против всех основных конкурентов. Если мы с вами ждем сегодня бренд ниже 51,5, я думаю, что у нас есть все основания закрыть на российском валютном рынке, ну, то есть вот по отношению к курсу рубля день на уровне 63, ну, может быть, в непосредственной близости от него. Европейская валюта против доллара 1,0896. Здесь стоит обязательно поговорить про Европейский центральный банк, потому что заседание ЦБ, ставки и пресс-конференции – это основной фундамент, за которым следили вчера без исключения все. И фондовики, и трейдеры валютного рынка, ну, все, кто интересуется рынком, потому что знают, что заседание Европейского центрального банка, опять же, имеет очень широкий резонанс вдоль всего спектра финансовых активов и возможные сюрпризные, опять же, действия со стороны европейского регулятора могли бы сплоцировать, опять же, очень интересную динамику по тем активам, которые представляют интерес для трейдеров, ну, тех трейдеров, которые делают ставку на европейские фондовые активы либо на европейскую валюту в целом, на главный валютный риск. Давайте тогда подведем итоги ЦБ. Что интересного мы услышали? Ставки здесь, разумеется, без изменений по депозитам – минус 0,4%, процентная ставка основная – 0,0%. Реакции не последовало никакой, если говорить про пару евро-долларов. Ну, 5-6-10 пунктов – это, конечно же, ерунда. С самого начала трейдеры фокусировались на конференции Европейского центрального банка и на выступлении Марио Дракки, потому что как раз только он мог пролить свет и добавить больше конкретики на перспективу денежно-кредитной политики. Вот здесь реакция была очень интересной. Поначалу вы все прекрасно заметили то, что евро очень сильно вырос и достиг локального хая 1,10, там 40, после чего он начал активно корректироваться, и вот понижательное давление сохраняется сейчас. Если тезисно разобрать хронологию вчерашнего дня и начать прямо с выступления, старта выступления Драги, Драги отметил то, что программа количественного смягчения, агрессивные стимулы оказывают оздоравливающее восстановительное воздействие на экономику. То, что Европейский центральный банк на протяжении последнего года ни разу не задавался вопросом, была ли необходимость задействовать столь агрессивный подход к стимулам? Конечно же, была, потому что иначе ситуация с индексом потребительских цен была бы еще хуже, чем сейчас. После этого Драги обронил очень неосторожную фразу, которая, если цитировать, сообщила следующее, то, что программа количественного смягчения не вечна. А поскольку вы прекрасно знаете, что на рынке буквально неделю назад обсуждали возможность сокращения программы количественного смягчения для трейдеров, это стало настоящим сигналом того, а не является ли это подтверждением того, что ЕЦБ хочет вообще отказаться от этой программы. И это стало, собственно, фактором основным спроса на европейскую валюту и затащило пару евро-доллар к тому осопротивлению, которое я уже обозначил. Однако после этого Драги, как будто бы извиняясь за вот это неосторожное высказывание, начал уже забрасывать рынок другими комментариями, отметив то, что ЕЦБ обсуждал многие параметры, критерии действующей программы количественного смягчения, но в их перечень не входили вопросы продления этой самой программы, сокращения ее объемов, либо увеличения. То есть трейдеры уже получили обратный сигнал того, что быстрого выхода из программы количественного смягчения не будет. Да и Драги сам сказал, что сворачивать резко ее никто не собирается. Это было бы очень крайне странно, если это бы случилось, поскольку главная проблема, низкая инфляция, она еще не решена, поскольку цель 2%, если удастся достигнуть, то не раньше, чем через полтора года. То есть нам смело можно ставить на то, что программа количественного смягчения сохранится в текущих объемах, по крайней мере, до конца, до середины 2018 года, то есть еще очень много времени. Драги также отметил, что если и будут приниматься какие-то изменения в действующие стимулы, ну, может быть, продление программы КВИ, то это произойдет только на декабрьском заседании, которое состоится прямо, по-моему, в первых числах. Мы подождем это заседание, но параллельно уже настраиваемся на то, что, скорее всего, услышим факт продления действия программы на 6 месяцев вперед. Это, конечно же, экономический стимул. Поэтому как можно действовать по паре евро-доллар сейчас? Я рекомендовал вчера все-таки дождаться привычных фраз-клише, которые не добавили бы нам ничего нового, то есть мы бы услышали то, что и без того знали, ну, в принципе, это и случилось. Но я рекомендовал покупать европейскую валюту. Мы видим то, что сейчас евро валится. Видимо, трейдеры, опять же, исходя из той позиции, которая была озвучена, нашли подтверждение для возможности движения европейской валюты еще ниже. Поэтому давайте поддержим сейчас длинные позиции до отметки 1.0850. Если этот уровень будет подвергнут тестированию, тогда нам придется смириться с тем фактом, что евро будет снижаться и дальше. Потому что дальше уже будет поддержка 1.08. И сейчас уже многие банки в очередной раз заговорили о том, что европейская валюта целенаправленно пойдет в район паритетного значения. Поэтому наша долгосрочная идея снова обретает жизнь, второе дыхание, скажем так. Для тех трейдеров, которые находятся на короткой позиции с очень высоких космических уровней, я хочу вас с этим поздравить. Поскольку сделанная ставка с более высоких ценовых значений на потенциал ослабления евро была верным решением. И сейчас нам остается только ждать достижения профитных значений и пожинать, конечно же, плоды. Дальше идем. Фунт против американца. Здесь коррекция. Наконец-таки подножка была сделана фунту от выхода розничных продаж вчера. Если говорить непосредственно про сам отчет, то розничные продажи снизились в годовом выражении до 4.1 с 6.6. В месячном выражении также нулевое значение, но согласитесь, это ерунда. Тренд сильных макроэкономических данных был прерван. Розничные продажи посели сомнения в том, что показатель ВВП будет достойным. То есть фунт сейчас лишился поддержки национального фундамента. Поэтому мы видим то, что британец находится под давлением. Но это еще не тот выраженный, опять же, потенциал снижения, который хотелось бы видеть. Нам нужен фунт гораздо дешевле. Мы знаем то, что объективно, фундаментально он действительно будет стоить ниже. Остается только терпеть вот эти восходящие ралли, которые он показывает. Пусть они даже иногда заставляют понервничать. Буквально недавно практически мы увидели значение 1.24. И вот сейчас актуальные котировки 1.2250. И в целом мы понимаем то, что сегодня давление на фунт может сохраниться, если только доллар, опять же, продолжит отстаивать свои лидерские качества. Я думаю, что ему это удастся. Как раз перейдем к паре доллара и японская иена. Сейчас котировки у нас 103.94. Локальный хайп был даже еще выше 104.20. Мы снова вернулись к сопротивлению 104. И снова убедились в том, что американец будет стоить выше. Почему? Потому что есть для этого все поводы и основания. Повышение ставки неизбежное, мне кажется, решение в декабре. И макроэкономические отчеты последние. Они только усилили наше ожидание того, что это случится. Вспомните индекс потребительских цен, который, мне кажется, только сейчас начинает дисконтироваться в стоимости американской валюты. Вчера вышли заявки на пособие по безработице. Снова сильный релиз. По факту, цифры, которые мы увидели с вами, это 260.000 против прошлого 247.000. То есть уже 85-й недели, как и мы прогнозировали. Показатель ниже 300.000. И многие эксперты сошлись во мнении, что причина, из-за которой мы увидели этот незначительный прирост количества обращений, это ураган Мэтью, который, в принципе, блокировал работу ряда компаний. Они вынуждены были сезонно, пока что, до разрешения всех последствий этого стихийного бедствия закрыться. И, собственно, это выкинуло на рынок труда, собственно, несколько тысяч потенциальных рабочих мест. И мы сделали вывод о том, что если такая картина сохранится, то есть если резонанс этого урагана будет еще иметь место быть дальше, то незначительный рост количества обращений на заявки по пособиям по безработице продлится еще несколько недель. Ну а потом мы снова вернемся к восстановительному тренду, который будет сигнализировать о том, что до декабря мы снова сможем добраться до отметки 250.000 максимум. Это заявка на пособия по безработице. Поэтому позитивный тренд, восстановительный на американском рынке труда, сохраняется. Из этого мы делаем простой вывод того, что у доллара есть еще один повод для роста. Параллельно следим за доходностями американских бумаг. Вчера они снова поперли веры буквально по всем омаголеткам. И это еще один фактор поддержки для доллара. Сегодня утром снова выступил председатель Банка Японии Курады, который повторил все то же самое, что было сказано еще утром понедельника. О том, что до достижения от сливого показателя по инфляции в 2% Банк Японии не будет отказываться от текущих экономических стимулов и будет постоянно рассматривать возможность их расширения. Поэтому USD-йены ждем 104.5, вми 105 иен против доллара. Я думаю, что мы сможем добраться до этого сопротивления уже на следующей неделе. Также еще хотел отметить канадца. Мы видим то, что канадская валюта явно девальвируется. Это как раз следствие решения Банка Канад. Точнее, ставку мы помним оставили неизменной. Но вот в ходе сопроводительного заявления и комментариев полоса стало ясно то, что перспективы оставляют желать лучшего экономики. И ситуация, макроэкономическая картина будет только ухудшаться. Это позволило нам предположить, что давление на канадца сохранится, поскольку остается возможность увидеть еще одно снижение процентной ставки. Сегодня у нас в 15.30 два очень важных отчета по Канаде роничные продажи и индекс потребительских цен. Основную ставку делаем на инфляцию, поскольку если мы увидим очередное снижение этого индикатора, тогда вероятность снижения ставки вырастет больше, чем на 10%. Сразу, благодаря одному отчету. Поэтому, если вы торгуете канадцем, сегодня максимум внимания к этому релизу. Ждем, соответственно, слабые цифры. Я в этом практически не сомневаюсь. Ждем давление на канадскую валюту. И в целом ждем роста пары USDK. Вы помните, наша с вами цель это 1.33. Сейчас котировки по паре находятся на отметке 1.3243. Думаю, что сможем снова протестировать это очень важное сопротивление уже до конца сегодняшнего дня и зафиксировать еще один профит по так полюбившейся в последнее время валютной паре для нас. Поэтому давайте резюмировать. Из важных отчетов о сегодня. В 15.30 роничные продажи и показатели инфляции по Канаде. В 20.00 Бейкер Хаджес отчет по количеству платформ США. Ждем прироста и поддержки для нашей короткой идеи, то есть продажа по нефти. Кодовое слово на сегодня. Магнит. Величина бонуса 14%. Действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени. Остается пожелать вам удачной торговой сессии, попутного отренда, ну и, конечно же, замечательных и очень хороших выходных. Увидимся в понедельник. Всего доброго. До свидания.